Сейчас показывают выработку за день 14,5 киловатт часов. Это средняя выработка для июля. Теперь повышение тарифов на коммунальные услуги Сергея Попова не пугает. Мужчина установил солнечные панели, которые полностью обеспечивают электроэнергией его дом. Идея создания собственной мини-электростанции появилась еще в детстве, рассказывает харьковчанин. В школе Сергей увлекался физикой. В Харьковском политехническом институте изучал нетрадиционные источники энергии. Говорит, в приоритете всегда была цель сделать окружающую среду экологически чистой. Когда появилась возможность купить частный дом, я уже тогда присматривал, чтобы дом имел правильное расположение крыши, хороший наклон, ориентацию на юг. Сейчас на крыше дома Сергея 12 солнечных панелей. Этого достаточно, чтобы не платить за электричество ни копейки. Под ним находятся кремниевые элементы, которые преобразуют энергию фотонов, поступающих от Солнца, в электрический потенциал. Каждая такая ячейка создает напряжение около полгольта, ну и, соответственно, ток 8 ампер. Такие солнечные установки могут быть стабильным источником дополнительного дохода, утверждает харьковчанин. Избытки электроэнергии он продает Харьковоблэнерго по специальному зеленому тарифу – 5,5 гривен за киловатт-час. Так, в июне на нетрадиционной электроэнергии мужчина заработал 2000 гривен. Сама же электростанция стоила Сергею значительных средств – 110 тысяч гривен. Тем не менее, по подсчетам ученого, проект сможет окупить себя за 10-12 лет. Солнечные панели производят столько энергии, сколько на них светит Солнце. И если, допустим, у меня в доме работают приборы, которым сейчас нужна энергия, они ее потребляют напрямую от инвертора. А если им не хватает, например, сумерки, панелей производят мало, то мои электроприборы добирают из общей сети. И наоборот. Первые солнечные панели в Харьковском регионе появились в 2014 году. Сегодня в области таких потребителей солнечной энергии, как Сергей Попов, еще 14 человек. Тогда как в странах Европы, Испании, Германии, Португалии зеленые тарифы активно используются населением несколько десятков лет. Если это будет массово, безусловно, это отразится достаточно серьезно. Например, ближайшие. Центральная, Западная Европа достаточно массово используют альтернативные источники энергии. Зеленые тарифы США целые кварталы. Причем не один десяток лет уже это все происходит. Ну, ситуация там в плане атмосферного воздуха зачастую лучше, чем у нас. Харьков Блэнерго говорят, для того, чтобы зеленые тарифы в Украине действительно начали работать, необходимо поднять цену на электроэнергию. Ведь в странах Европы за один киловатт-час предусмотрено 10 долларов. Виктор Ивашкевич, Юлия Семененко, Алексей Калмык и Дмитрий Герасимов. Медиа. Группа «Объектив».